Чтобы понимать, нужно говорить, спрашивать и отвечать. Такая форма общения позволяет разбираться в том, что волнует жителей, работников учреждений городского округа Щелково. Пообщаться и задать, по сути, любые вопросы представителям власти нашего округа смогли сотрудники второй больницы. В ходе беседы коснулись разных тем от наболевших, дорог, мостов ЖКХ, мусора до профессиональных. Будет ли создан многофункциональный медицинский центр в городе, эта тема волнует врачей, как собственные благоустройства нынешней территории больницы. Можно ли рассмотреть территорию больницы как площадку для проведения акции «Посади дерево» в рамках благоустройства территории? То есть, наверное, администрация может выступить инициатором этого. И так как улица у нас парковая, и люди, и пациенты, и больные отдыхают здесь. Я уточню, возможно ли высадить в рамках акции «Зеленая Щелково» на территории больницы деревья. Уточню, если возможно, чтобы это не было нецелевкой, да, если возможно, или же просто какую-то помощь оказать и вам сюда их предоставить, а вы в рамках какого-то субботника сами, совместных жителями их высадите. Исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Горелов в личном общении рассказал, что многие вопросы в сфере медицины будут решаться постепенно, но необходимость в едином медцентре, несомненно, есть, как и в профессиональных кадрах и услугах. Важно понимать, есть программы. В их рамках сегодня приходится работать, включаясь в процесс поэтапно. За визитом в больницу последовала беседа с сотрудниками центра «Забота». Это социальное учреждение выполняет очень важную работу. Здесь помогают тем, кто остался один по каким-либо причинам. Сюда провести досуг приходят люди разного возраста, в основном одинокие и люди без определенного места жительства. В стенах этого довольно старого, но очень гостеприимного здания принимают, кормят, с ними общаются, занимаются разными видами творчества, физкультурой. Сегодня сюда может прийти довольно немного людей. Домик, которому перевалило за 80, чувствует себя, мягко говоря, не очень. Можно ли найти новое помещение для центра «Забота», спросили у Сергея Горелова, и на это последовал встречный вопрос. Хотел бы понять, это отдельно стоящее здание, это встроено-перестроенное помещение, и каких площадей? Ну, порядка тысячи квадратных метров нам надо. Почему? Потому что здесь и столовую уже посмотрели. И кабинеты, которые полностью по направлению работают. Несомненно, в данном случае новое здание было бы удобным для работы и пребывания в заботе. Большого количества людей, если это необходимо. Такой вариант можно рассмотреть, ведь центру действительно нужны новые площади. Когда я говорю о новых строениях, это не обязательно, что это будет то, что принадлежит администрации. Администрация может найти инвестора, у которого есть такие помещения, ему взамен, этому инвестору, предложить вот это место. Ну, представим, под будущую застройку или еще подо что-то, по какие-то территории, да? Коснулись довольно большого количества тем, в том числе и дорожных. Погода нынче, да и в целом, в регионе настраивает на дождливый лад, а проблемы, отсутствие ливневых стоков, актуальны и по сей день. Здесь необходимо искать решения, исходя из реалий, а они таковы. Где-то на ливневке ставили так называемые гаражи-ракушки, где-то неправильно делали отвалы, когда прочищали те или иные стоки вдоль дорог. Поэтому будем думать и будем просить правительства помочь и включить нас в программу по выделению денежных средств на эти виды работы. Заботиться о будущем важно уже сегодня, а вопросы, они всегда будут, и ответы на них необходимы. Именно так проявляется забота о жителях.